если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет один вопрос а честно можно было вот то то и оно давайте вспомним дела последних лет министерство культуры и оборон сервис в министерстве обороны там вообще много всего в мвд генерал сугробов получил 22 года следственный комитет который сросся шакро молодым вор в законе из фсб много кого пересажали богатеньких губернаторы и мэры этих вообще не перечесть одно время в мельхова а это строгая зона наискосок от зоны навального вот там сидело сразу 9 мэров только из владимирской области сейчас чуть поменьше но это дело наживное рос границу а это те кто шлагбаумы строят на рубежах родины вот там посадили практически всех и в полном составе мин регион развития два десятка сидельцев за что за развитие регионов само собой министерство экономического развития но тут министр улюкаев за всех пошел курорты северного кавказа бывший глава структуры ахмед белалов в розыске да и большинство курортников тоже радио белалова большие олигархи братья магомедовы оба два кукуют третий год в лефортово директор встин россии реймер одна штука в райской колонии два заместителя директора встин коршунов и максименко две штуки тоже присели бывший хабаровский губер фургал арестован прошлым летом и прославился на весь мир благодаря протестам хабаровске свежепосаженный пензенский губер который получил 77 процентов на выборах полгода назад а вот на него пофиг всем его избирателям с ним вместе сел олигарх и сенатор шпигель а чуть раньше сенатор арашуков и советник путина михаил обувзов нет я на самом деле всех посчитала когда готовилась но всех не перечислишь два десятка уголовных дел в год возбуждается в отношении высшей элиты и это групповые дела то есть в год на нары отправляется порядка ста человек из самого высшего эшелона это два процента примерно от того что принято считать властной элитой а путину власти больше 20 лет вот и считаете минимум две тысячи человек из сливок общества одних губернаторов уже больше 30 пропаганда говорит что это борьба с коррупцией и кажется сама над этим потешается пчел против меда классик может быть это синдром сильной руки ну как у сталина вот был у него так называемый съезд победителей в тридцать четвертом году там из почти двух тысяч делегатов больше половины расстреляли или жестко посадили ну так сейчас не половину же сажают все меньше да и не расстреливают гуманизм на марше в общем неприкасаемых у нас нет жена цезаря вне подозрений но у цезарь нет жены только шойгу но он тоже симпатичный что страшно идти в путинскую элиту страшно оно и понятно риск попасть в тюрьму почти 9 процентов это только губернаторов у государственного бизнеса гораздо выше риски эти вообще люди подневольные и заранее обреченные либо на срок либо на позор так зачем вам это эти проклятые портфели а затем что быть обычными людьми страшнее а еще страшнее быть активистами оппозиционными политиками нормальными журналистами правозащитниками таким же быть может путином вот уж кому не позавидуешь его похоже страшнее всех у меня есть одноклассник он лет 30 бельгии живет все него хорошо пару раз увиделись а я фейсбуке ему запрос на дружу послала а он мне пишет в личку я боюсь с тобой публично дружить у меня мама в россии извини страна победившего страха это правда то что мы хотели